Дорогие товарищи, продолжаем нашу конференцию. Третья заключительная часть посвящена политическому учению марксизма. Для доклада приглашается Гавшин Борис Николаевич, кандидат экономических наук, исполнительный директор фонда рабочей академии, заместитель главного редактора газеты «Народная правда». Доклад Маркс о классовом характере государства. Приготовиться мне. Гавшин Маркс о классовом характере государства. По Марксу государство есть это классовое господство. Энгельс развертывает понятие той силы, которая называется государством. Силы, происходящие из общества и ставящие себя над обществом, и таким образом отчуждающие себя все больше и больше. Ленинская теория основывается на марксистской теории. Сущность любого государства – это диктатура господствующего класса. Не бывает государства, в котором нет диктатуры господствующего класса. Государство рабочего класса действует в интересах господствующего, рабочего класса. Были общества, которые не знали вообще, что такое государство. И жили без него достаточно и обходились. Государство возникло тогда, когда возникли классы. И первые рабовладельческие классы, которые просуществовали около пяти тысяч лет, то эти классы, конечно, господствующие действовали в интересах рабовладельцев, господствующего класса. Около двух тысяч лет просуществовали государства феодальные. И какой был господствующий класс? Феодальная аристократия. При капитализме действующий господствующий класс – буржуазия. Самое молодое государство, не считая, конечно, государства рабочего класса, где господствующий класс является пролетариатом. Если взять из истории, почему это развиваются разные государства, потому что в первую очередь рассматриваются производственные отношения. Производственные отношения при их развитии как раз и дают новое государство. Сейчас мы переживаем самую высокую степень в капитализме. Государственный монополистический капитализм, который вышел из монополистического капитализма и давно прошел капитализм свободно-рыночной конкуренции. И, конечно, в этой ситуации, когда идет государственный монополистический капитализм, а уже это последняя стадия капитализма, империализм, и дальше будет уже коммунизм, и его опять в первой стадии социализм, то возрастает роль государства. И если посмотреть в нашей стране, то вот кто на госзаказах, эти предприятия имеют до 70% рентабельности. А если посмотреть предприятие, которое без господдержки, там 3%, дай бог, это уже считается предприятием хоть на плаву. И, конечно, при государственном монополистическом капитализме все борются за госзаказы. И наши олигархи в первую очередь общаются с руководителями исполнительной законодательной власти, и в первую очередь для того, чтобы получить госзаказ. И государство должно, конечно, заниматься достаточно жестким регулированием экономики. Но поскольку преобладают интересы господствующего класса, то достаточно идет неравномерно. Как неравномерно по территориям, так и по тем, кому удостается. Если даже отбросить собственников, где основная роль прибавочная стоимость, какие же зарплаты, вот никак нельзя назвать, что аргументы и факты это какая-то коммунистической направленности прессы или желтая пресса. Вот опубликовала, за сколько можно, статья, за сколько можно заработать миллион. Вот приводится цифра. Член правления Сбербанка, надо, чтобы получить миллион, надо работать 4 часа. Член правления Роснефти, 5 часов надо работать. А член правления Газпрома, целый рабочий день, 8 часов. Очень большая несправедливость, в два раза это отличается. Профессор МГУ, полтора года. Учитель 4 года. А пенсионер будет работать на этот миллион 7, получать 7 лет. Хотя, конечно, лучше бы профессор зарабатывал это за более короткий период. А вот эти топ-менеджеры, конечно, зарабатывали ближе. Как и Ленин тогда ставил задачу, как у чиновников должна зарплата быть. У чиновников, в государстве должна зарплата, близкая к среднему рабочему. Вот тогда не будет и потрясений в обществе, и накопления вот этого всего негатива, который воплощается. Также неравномерность в государстве, в государстве на монополистическом катализме, который самый развитый считается капитализм, и по территории. Вот 9 сентября Собянин идет на мэра Москвы. Очень хороший мэр развивает Москву великолепно. В разы отличается в десятки, если не в сотни раз, от второй столицы Санкт-Петербурга. Но выигрывает Москва. Но если в качестве государственной задачи в рамках Москвы он поставил на этой территории, которая в свое время дошла до Калужской области и увеличилась Москва в 2,5 раза, на этой территории Москва должна дойти до 30 миллионов жителей. А сейчас 12 миллионов зарегистрированных. Ну там 3 миллиона еще, которая временную регистрацию имеет, 15 миллионов. 12 миллионов постоянных. Теперь будет 30 миллионов. Это что значит? Москва развивается в интересах страны. А в интересах страны, наоборот, наверное, что это? У нас в Москве рождаемость такая? Нет, конечно. Это значит оголяются территории Сибири, Дальнего Востока. И в эти 18 недостающие миллиона до 30 миллионов, конечно, войдут очень многие города, которые находятся за Уралом. А в целом государственные наши правители и Дмитрий Анатольевич Медведев, и Диана председателя правительства, что предложил? Вот кроме увеличения пенсионного возраста, а ничего не предложил. Ну встает вопрос, как можно идти на председателя правительства, не имея программы развития страны, а на государственную собственность, которая является коллективной собственностью господствующего класса, не имея плана. Взял вот из всей программы развития страны вот этот очень непопулярный и очень ошибочный участок, который только занимается пенсионной реформой. И если президент поставил задачу войти в пять экономик, а когда у нас пять ведущих экономик Россия, когда входило? Когда был самый лучший царский год, 1913-й? После любой революции и контрреволюции идет серьезный спад. Но даже после этого спада, благодаря плановой системе хозяйствования, была вторая экономика и наступала очень по всем показателям на американскую экономику. Это были две супердержавы. Где Китай был? Да на задворках был по экономике. Сейчас это вторая экономика, это по ВВП, может быть, и первый, а по таким стратегическим важным вопросам, конечно, это вторая. А в целом, да, по ВВП, по ширпотребу больше. Но как можно достичь? Тут же правительство должно, казалось бы, при государственном монополистическом капитализме выдать программу развития страны. Ничего подобного не происходит. Если посмотреть, вот как американская экономика, вот Билл Гейтс, но он сделал свои капиталы благодаря своему старанию. Если посмотреть Газпром, ну это что? Это национальное достояние всей страны. И наши пенсионеры, да и граждане, вправе спросить, а где наши деньги? Почему в этих госкорпорациях, в которых является Газпром, такая разница в зарплатах и никаким образом не приравнивается, как Ленин неоднократно говорил, к средней зарплате рабочих. И вот это расслоение при самом современном капитализме, конечно, ведет к революции. Ну, революция, конечно, в государстве не может быть выполнена, когда у нас частные индивидуальные предприятия, поддержка малого и среднего бизнеса, самозанятость. И, конечно, здесь, как и Ленин говорил о государстве, здесь не сформируются трудовые коллективы, которые встанут на борьбу, которые сделают советы. И капитализм, чтобы он был современным, конечно, он должен достаточно сильными темпами развиваться, чтобы он был и, во-первых, заделом, материальным заделом социализма. И выполнил свою историческую миссию, потому что идет, как вот Виктор Иванович говорил, партнерство. Какое партнерство, когда это действительно конкуренты? И конкурента пытается принизить, а если можно, уничтожить конкурента. И идет борьба, и идет борьба экономическая. В СМИ часто говорят, идет экономическая война. Но не война. Война, по определению, это борьба между классами, нациями и государствами. Вооруженная. Если нет вооруженной, ну никакая не война. Это экономическая борьба. Но экономическая борьба на уничтожение конкурентов. И никакое партнерство, и не прикрываясь интеграции, но интегрируясь. Вот 12 экономика сейчас в мире. Но давайте и дальше интегрироваться. Нас будут уничтожать транснациональные монополии, наши монополии. Регистрироваться будут в зарубежных странах. Прибыль основная по месту регистрации уводить туда. Государство не будет этим заниматься. И несмотря на то, что Путин в двух посланиях к федеральному собранию говорил, что надо вернуть деньги из обшорных зон. Следующее послание президента Российской Федерации. Нужно в окончательном варианте перевернуть страницу обшорных зон. Перевернули? Не перевернули. Амнистию капитала. Ну что это амнистия? Это преступный, значит, капитал. Амнистировали. Помогли эти действия? Да нету вот таких каких-то больших цифр. Может быть где-то они и проходят. Но это настолько незаметно, хотя цифры-то на самом деле большие. Что, конечно, роль государства мы не чувствуем, чтобы хотя бы направлено, чтобы выполнить свою историческую миссию. И если посмотреть, как развивается капитализм, он как раз подходит под ту теорию, которую изложил Маркс. А Ленин уже в развитии вот этой основной теории, уже сделал работу о развитии капитализма в России. И в мощных работах, грозящая катастрофа и как с ней бороться. Потом уже в молодые годы советской власти, великий почин, как развивалось, какие задачи ставились. То, конечно, вот сказать, что такие работы, кроме посланий президента, что такое послание? Это видение. Ну, сказал видение. Если бы законодательная и исполнительная власть ухватилась за это видение, ну, понятно, что президент тоже высшая исполнительная власть, ну, потребовал бы с председателя правительства, с аппарата всего, этого не происходит. Ну, и законодательная власть, которая федеральное собрание, двухпалатный орган, ни нижняя палата Государственная Дума, ни верхняя палата Совет Федерации, законы не вводят, которые регулировали бы эти отношения. И почему энергичных таких не вводят? Потому что, в первую очередь, они действуют в интересах господствующего класса. Потому что при том механизме и при той теневой экономике, конечно, кто законодательную власть проходит? Кто собрал денег, у кого есть отношения с мощными нынешними олигархами, бизнесменами? Если они влили, ну и все, и пройдешь. А если это рабочий, сколько рабочих в нашем парламенте? Да, но это с палочкой. Почему? Потому что, если в тебя вольют, если ты такой разборчивый, в тебя вольют деньги, но ты должен будешь отстаивать те интересы, кто в тебя влияет. А если этого не происходит, то тогда ты и на том уровне остаешься, на котором бы и борись, не борись, бейся, не бейся. Вот посмотрите, 1, 16 января того года, вот написали письмо, которое являлось, что письмо требует регистрации, записка вроде, а это попроще. Записка президенту подписал Михаил Васильевич Попов и я, он основной разработчик и я. И вот с этой запиской и в администрации президента я был, и Михаил Васильевич направлял письмами. Но должного ответа нет. Если должных ответов таких нет, это не обсуждается, не дискутируется, никаких вообще посмотришь не в законодательной и исполнительной власти, на этот предмет, как должна развиваться страна, какие первоочередные меры включить, а этого и нету, никаких дискуссий, никаких серьезных обсуждений. И это грозит катастрофой. И Кармас тут прав, как развивается капитализм. И он говорил, порабощение одного народа, порабощение другого народа, это цепи, будущие цепи для тот, кто порабощает. И это как раз и ведет. Но к этому, конечно, само по себе ничего не происходит. Развитие идет вообще через борьбу. И от того, как будет бороться пролетариат, и как будет действовать дальнейшее государство, будет активно действовать рабочий класс и заявлять о себе, будут победы. Тогда и придет и диктатура пролетариата, и государство само по себе. Вот как оно организовалось, так оно и отомрет. Как отмирание государства может произойти? Только при... Когда будет диктатура пролетариата, а диктатура пролетариата будет действовать до полного коммунизма, от первой стадии социализма, когда сам пролетариат доведет до бесклассового общества. И государство таким образом отомрет, не будет государства. И в этом плане Карл Марс, которого мы в этом году отмечаем 200 лет, прав. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Борис Павлович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.